Перед видео обязательно нужно сказать следующие слова. Большие уберите от экранов маленьких, потому что в видео будет присутствовать ненормативная лексика. К сожалению, в этом выпуске по-другому не получится, а выпуск очень зачетный. Если бы у тебя много времени на часах, что же ты сделал? Я бы не тратил его в пустую. Я бы не покупала это. Слушай, если это сальник от Мерседеса, блядь, сюда забитый, то я испанский летчик. Я на этой машине от Саши, вот за порог выезжаю. Понимаю, что разорвался стабилизатор поперечной устойчивости. Блядь, делали, делали, сука, две недели делали, нихуя не сделали. Поляки тут надписи пооставляли. Buzin tu, просто Torbo. Все, блядь, приехали. Все, приехали. Друзья, всем привет. Пока я где-то там выбираю автомобили в Польше, ну это происходящее событие, то, что сейчас будет происходить. У нас остается порядка трех тысяч долларов, и парень говорит, я нашел автомобиль. Его нет в интернете. Ну, конечно, нашел он его в интернете, но не на сайтах продажи автомобилей, а в клубе охотников, или же там, не знаю, рыбалок, кого-то там. В общем, тусовка джиперов. Имеем автомобиль, который плюс-минус по описанию класс. Ну просто муа, конфета. Лебедка, антенна, рация. Там только черта лысого не хватает. У нас есть свободный Дима в Польше. Дима едет посмотреть этот автомобиль, и он мне присылает вот это видео. Для гражданского лица я имею ввиду туристов, рыбалок, охотников, просто джиперская тусовка. Эта машина не представляет интереса. Она полумертвая. Но для войны этот автомобиль живой. Я по видео вижу, куда обратить внимание, куда его ткнуть носом, для того, чтобы вот с такого ценника этот ценник стал вменяемым еще лучше. У меня есть план. Я хочу без мозга, панове. Зато я идея. Приехал я к этому, как его, Ниссану, чуть не сказал, Экстрелу, Тиану. Вот автомобили меня сразу интересовали вот эти вот места. И что я могу сказать? Вот эта вот штука, она сварена не электродом, она сварена полуавтоматом. А за счет того, что в некоторых местах подкрашивалась краска, то смотрится оно так, как будто варено очень-очень ублюдочно. Могу сказать, что поварено оно плюс-минус нормально. Ну, то есть, кошмара, как было видно на фотографии, такого немае. Худу сварщика, что-то не получилось. Теперь, что здесь? Ну, здесь мы понимаем, что все плюс-минус нормально. Спереди только колонка. Рулевая. Так, что у нас здесь? Ну, здесь куча подкрылков. Тут нифига не видно. Видно, что он уже у него... Некоторые элементы идут с полиуретановой ходовой. Она, типа, никогда не рассыпается, но иногда скрипит. Сзади здесь тоже вот эта вот штука. Это полуавтомат, это не электродная сварка, как показалось изначально. Сейчас я покажу весь общий вид автомобиля. Неплохо. Он вживую смотрится несколько лучше, нежели он смотрится на фотографиях. Даже несмотря на то, что он грязный, он неплохой. По поводу того, что с него масло вытекает с рулевой, вот, как я говорил, вот оно вытекает. И, судя по пятну... А давай тут стоить? Я до того, что мастыло. Бачите? А, тобто, вот это мастыло, ризно, вон, это, че, с ризных боков. Слушай, с твоей тачкой что-то не так. У тебя масло течет. Слышишь меня? Долго ты не протянешь. Так, ну, радиатор, конечно, залепленный глиной. Вот это очень нехорошо. Что самое интересное, вот это даже уже помыть не получится. То есть, вот это вот внизу залеплено, это глина, которая забилась между сотами, и она там запеклась. Если эта машина дальше будет ездить по говнищу, то понимаем, что любой радиатор будет забитый. Ну, поворотничек такой. Ну, иногда он отхватывал грязюки даже в салоне. Если коротко подытожить, салон этого автомобиля, он слегка подушатанный, он грязный, но в нем не воняет, что подозрительно. Че подозрительно? Что удивительно, да. Но смотрим дальше. О, боевые места славы, где плавал этот автомобиль. Вот здесь, вот здесь вот нырял на всяких соревнованиях. То есть, машина заряженная под соревноважки. В общем, приблизительно вот такой вот внешний вид. Я, честно говоря, ожидал хуже. Ну, я всегда готовился к худшему, а там уже смотрим, из чего выходить из ситуации. Но, учитывая, что вот здесь кузов не гнилой, вот здесь вот пороги уже деланы, варены. Вот видно, что оно все подварено. И причем, внутри, да, вон еще металл есть. И металл довольно большой, живой. Короче, он даже частично делан. Понижайка пошла. Обычно я на такие автомобили стараюсь не обращать внимания. Потому что с ним, на самом деле, ну, достаточно большое количество работы. Плюс, ценник у него был большой. Антенна не нужна. Рация военным, вот эта, которая с дальнобойщиками общаться, не нужна, все это снимается. Лебедка маломощная не нужна. И автомобиль таинственным образом становится не 18 тысяч злотых, а уже за 13. 13, ценник плюс-минус интересный. Интересно поработать с этим автомобилем. Я понимаю, что жизнь у него есть. Но мы очень сильно спешим в Украину. Нам надо успеть в агенцию цельную. Для того, чтобы весь... Меня просто еще там дальше ждут. И забегая наперед, я скажу, что с этим автомобилем военные рассчитывают, что он через 10 дней у них будет. А я-то понимаю, что с ним работы, ну, приблизительно на 2 недели. Но мы все равно его берем, и мы летим в агенцию цельную. Как всегда, большая срачка по времени. Я вписался в очередь, и я завтра должен уже предоставить автомобильный ремонт. Потому что если я не сделаю этого завтра, меня откидывают еще на целую неделю. Поэтому очень сильно спешу. Подъезжаю к парням в очереди, которая стоит практически двое суток. Они меня узнали, говорят, езжай под самую Браму. Мы тебя всей очередью пропускаем. Подошел даже парень с колейки и говорит, я ваш подписчик, все нормально, говорю, дружи. Я везу автомобиль для засуга. Говорит, я знаю. Езжай без черги, аж под самую Браму. Говорю, под самую Браму трохи не пускают, бо там полячка дуже зла сегодня садит. Ребят, большое, огромное за это спасибо. Пропустили меня в начало очереди. Пять часов на границе и Украина. Навигатор рисует, что я буду дома в 22.56. То есть за 4 минуты до комендантского часа. Но с учетом того, что надо еще заправиться, как минимум, я понимаю, что будут еще очереди на блокпостах. Поэтому так себе затейка. Но будем пробовать. Потому что, как говорила моя одна из классных руководительниц, счастье любит смелых и отчаянных. Слишком опечаленных оно боится. Поэтому стартую, понимаю, что везде опаздываю, но будем прорываться. Приехали мы в Киев. Мы успели. Мы опоздали, правда, на 15 минут. Мы приехали в комендантский час, но военные нас пропустили. Они прониклись. Мы приехали на СТО. Все нормально, отдали автомобиль. Значит, список работ, которые нужно было сделать. Это починить раму. Это поменять масло в двигателе. Посмотреть масло везде. И починить гидроусилитель. Что сделано по факту? Полностью перебрали гидроусилитель. Его сняли. Разобрали. Поставили туда какие-то новые сальники. Все перебрали. Поставили на место. Заменили жидкость гидроусилителя. Заменили масло в двигателе. Заменили масло в коробке, потому что там была вода. Заменили масло в мостах, потому что там была вода. Ну, не хитрое дело, потому что машина была спортивная. Она же ныряла. Она выступала на соревнованиях, поэтому там была вода. Все это нафиг. Поменяли, все это починили. Починили торсионы дополнительно, потому что они уже слабенькие были. Блин, я уже не помню, чего там было сделано. Еще что-то по электрике. Отключили сигнализацию. Починили фонарики. Прошло 10 дней. Момент выдачи автомобиля. В Киев приехал парень, который с Киева повезет в Кривой Рог военную часть отдавать этот автомобиль. И вот спустя 10 дней приезжаем мы на СТО. Приехали забирать машину, а тут севший аккумулятор. Пацаны типа его поставили на зарядку, но знал бы прикуп, жил бы в Сочи, взял бы бустер с собой. А так он остался в другом автомобиле. И что, и что, можно пробовать? Вот это с него столько говна насыпалось, да? Пипец. Вот это все болото, которое там было прицеплено на машине. Можно? Да. Сейчас ниточка горит. Хуя. Слабенький аккумулятор. Ладно. Пробуем, ждем холизондера. Тупо новенький. Сейчас есть офигенная надежда, что эта штука запустится. Та-дам. Сейчас будет счастье. Не понял. Блядь, а где сейчас стартер на скинете? Значит, по автомобилю. Сейчас сломался стартер, его быстренько отвезем, починем. Вернее, не я, а Саша этим занимается. И я очень верю, что сейчас уже починится стартер. Машина запустится, а не до комендантского часа вернуться в Днепропетровскую область. Последние штрихи. Саша позазонной досяженности. Это уже все. Сейчас цепляем аккумулятор, можно уже стартовать. Сейчас пробуем. Дай бог. Ну шо, будет счастье или нет? Нихера себе. Блядь, счастье. Легкая, легкая, легчайшая. Только я слышу, что глушителя еще нет. Ладно. Автомобиль обещали отдать на следующий день. На следующий день его не отдали, потому что мучились с гидроусилителем. Значит, что было с гидроусилителем? Поляки сделали хороший классный сюрприз. Шланг, который идет к самому гидроусилителю, они его поменяли. Они его завальцевали. Все классно, хорошо сделали, за исключением того, что в шланге до этого стоял рестриктор. Рестриктор это такая штука, которая ограничивает давление, чтобы оно не было очень огромным. Так вот, они его вырезают, вставляют обычные шланги, естественно, оно прорывается заново и все, оно течет. Поставили шланг с рестриктором, завальцевали, вернули, все работает. В момент, когда нужно было забирать автомобиль, я выдавал другие машины военнослужащим. Поэтому попросил Сережу и Андрея, для того, чтобы они поехали забрали этот автомобиль. Раз, раз, два, два. Привезли его к нам на развал и мы встречаемся на развале. Когда теряешь деньги, ничего не теряешь. Когда теряешь здоровье, теряешь что-то. Когда ты покупаешь Ниссан, ты теряешь все. Что вы говорите, Андрей Александрович? Руль на ее так стоит. Да то, что руль стоит, вот так вот. Вот мне лучше бы там руль прямо стоял. Я выезжаю на этой машине от Саши, вот за порог выезжаю. Я такой, ёптый, наверное, камень в раму попал. Мы заехали на заправку, я понимаю, что разорвался стабилизатор поперечной устойчивости. Но это при осмотре увидели. А остановился, сотри, машина обоссалась, лужа масла. Так, а там, блядь, походу масло тряпочкой вытерли, потому что все трещит при поворотах. Нет, то, что трещит, это, во-первых, ты еще резину не забываешь. Ну, или масло уже не течет, потому что оно там закончилось. Если бы масло закончилось, ты бы не крутил рулем. Там все заново сняли, заново перепаковали все сальники. Там была проблема в самом шланге. И теперь оно работает. Оно сейчас, поворачиваешь, руль все трещит. И справа, и слева. Я сейчас поеду, просмотрим. Ну... Ее же мне еще надо на глушитель завести. Ну, уже я ехал, блядь, я охуевал. Семидесятка, думаю, сейчас, блядь, будет под бампером. Тормоза вот так, двумя ногами. Не-а. Хочешь пирожок? На, вот говна наверни. Про тормоза, это вообще отдельная история. Тормозов задних, ну, их там просто нет. Андрей про это не знал. Я про это знал, когда мы покупали, что их там нет. Но я не знал на то. Я не догадывался о том, что их нет настолько. Снимаем задние колеса. И все. И там нет ничего. Там нет ни колодок, там нет ни суппортов, ни болтов, растягивающих пружин. Нет ничего. Даже задний контур тормозов, он просто заглушен. Я прицеплю фотографии, когда мы разобрали диски. И все просто ах-аху-ай. Офигели. Так, пошел я. Мнение специалиста, послушай, а не человека, который привык ездить на Volvo в комфорте. Дали ему ранную машину, видите ли, ему не нравится. Предыдущие, которые в Запорожье везли, были намного лучше. Вот. Это масло вытекало, да? Нет. Это новое. Масло, а ну иди сюда посвети. Слушай, если это сальник от Мерседеса, блядь, сюда забитый, то я испанский летчик. Засними вот это. Ничего, торчащий сальник. Вот, вот, вот этот вот куски. Это для меня больше. Рассказать пацанам, что они мне... Вернее, показать пацанам, что они рассказывают, что здесь сальники стоят от Мерседеса. А вообще вот этот вот автомобиль... Классный фонарик, зачетный. Андрей Александрович, где взял? Купил. Продай. Двушка. Фонарик? Да. Хороший. Это так покупали. И чтоб ты понимал, это хорошая машина. Стратегически важный хомут, да? Стратегически. В ходу сварщика что-то не получилось. Крепление рамы кузова, все нормально. Что у тебя отходит, я не знаю. У меня ничего не отходит. Я вкинул 95 тысяч в ходовку и все заебись. Слушай, ты вкинул ходовую больше, чем стоит эта машина. Что ты хочешь от нее? Вот это на этом тирано. Один такой трюк, как Ярек, сделал, и его нет. Потому что парни заглядывают под колеса, наверное, они что-то оборвали. Либо бампер, либо еще что-то. Не, она не сломается. Она, во-первых, так прыгать не будет, потому что здесь искусственно неправильно поднятая. Тут сам кузов над рамой поднят, а не ходовая. Ходовая здесь выверчена полностью вниз. И еще приподняли кузов. А это неправильно. Да она еда неправильно. Да, конечно, неправильно. Она, блин, залюфтована вообще неправильно. Она сейчас стоит в максималке. Эта машина для охотников, для рыбаков. А колеса, кстати, неровно стоят. Что-то ладно. Что-то ладно. Сейчас подкрутят. Дорога на все-таки на уровне поставлю. Ну, по факту, колеса тут матом стоять, или нет? Все не знаю. О, это ведь я знаю профессионала. Зробить мне развал, я зроблю глушника. Треба хлопцам видать автомобиль, чтобы ездили. Вот ты сейчас уебаешься, что типа погана машина. У них в ниякою немае. От взагалі ниякою. Я не вйомую, что погана машина. Вы меня чуете, только не то, что вы маете почутать, а то, что вы хотите чути. Я говорю, что тут, блядь, хуйовый ремонт. Я не говорю, что машина хуйовая. Чего? Вот педаль сцепления при отпускании, блядь, цепляется за педаль тормоза. Это, блядь, они ездили на этой машине, на этой машине поездки, они, блядь, это не знали, не могли сделать, что, блядь, сильно сложно. Блядь, ну я про то, что подход, блядь, на похуях. Я до цього веду, то, что, блядь, ну яку получилось, купить таку получилось, блядь, что с этим сделаешь, блядь, не все миллионеры. Когда работают за деньги, тогда можно требовать людей. А когда работают на безкоштовно, вот так они выходят. Ну, вы знаете, когда человек должен быть послан на хуй, то это уже не важно, что за деньги, что бесплатно. А ведь и не поспоришь. А решение должно быть ремонт одинакового, блядь. Бесплатно, бесплатно. То есть, если ты у меня друг, пиздатый парень, то я это сделаю так, чтобы ты охуял, да? А если ты не дашь, то я бы это сделаю, чтобы так положить. Ты торсионом варене по кругу электродная сварка. Не электродная, а полуавтоматом. Таким полуавтоматом рассказывайте, полуавтомат. Вот все вон еще и лопнув. Бачите, ваш полуавтомат знивший, лопнувший. А вот сейчас посмотрите, какие сопляки с этой стороны висят. Вот все, диви, какие, блядь, сопляки висят. Ну, кто его знает. О, уже кто его знает. А это поляки сделали. Новый вид сварка, кто его знает. Ну, так я же скажу, что нема, эти, блядь, поспиливались, пока он не доехал. Да, 300 метров ехал. Да, какие 300 метров, он с Дарницы приехал сюда. 300 метров. По ощущениях, блядь, вся жизнь за 300 метров. А я думаю, где глушитель, блядь? Вот он. Глушитель мы едем делать после развала. Да, она не сильно громко и дарчич. Так, а люфт это в чем? А, вот здесь, в самом пальце? Вот здесь, да. Блядь, делали, делали, сука, две недели делали, нихуя не сделали. Просто торбо, блядь. Поляки тут надписи пооставляли. Бузем ту, просто торбо. Роззельня! Роззельня! Ну, точно развал мы не сделаем, потому что... Ну, так это уже вопрос, когда из сошки. Ты понимаешь, там же шлицевая. То есть, как она разъебана, это уже такой момент. Там есть... Не в сошке, а в этом самом, в самой осе оно болтается. Да, да, это то, что одевается на поросе и до рамы крепится. Правильно? Ну, а ты что, не видел, что оно болтается? Хорошо, Коля. Смотри, как ты хочешь устранения этого... Я не хочу устранения. Я задаю вопрос, ты видел это или не видел? Видели мы это, да. А чего не сказал? Ну, как невозможно. Ладно, хорошо. То, что поварили, оно начало отпадать. Сзади. Вот сверху. Ну, ты знаешь, Коль, приедь ко мне тогда после развала. Покажи еще раз, что где отпадает. Но если ты мне еще покажешь, к чему приварить... Там сделано максимально возможно из того, куда можно приварить. Но вот ты говоришь, отпадать... Ну, сварочные швы, они вот некоторые точки, которые там наброшены, они уже поразрывались. И эта машина еще не выезжала в поле. Ну, тогда посмотри, пожалуйста, куда питься. Где там металл, к которому можно приварить. Ладно, хорошо. А скинь, парни, глушитель. Сука, ну как так, а? Ну, шо, пацаны, давно были на базе Бендеромобилей или еще не были? Еще не были. Ну, я сейчас вам уже в курсе. Шо? Посмотрящие дела. Конечно, в курсе. Ему Passat обещали сделать, покрасить, поварить за три недели. I am fucking crazy, but I am free. Там, походу, у благосвальщика белевые руки. Обе жопы под хуй заточены. Это очень еще ром. Как вы сказали. Да я хуже. Друзья, те руки, которые мы типа укрепили, они под сварочным швом пространство. Хотя должно быть, оно за... 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 и ржавое. Смотрите, что так положительное, что так хорошее. Положительное, что... За такое поварить, я тогда сказал, что... Вы вот сделали? Сделали. То есть, как бы, туда не обращаемся. Это же не перекупский вариант. Ну, типа, она не едет к какому-то Эдику в деревню. Конечно, не едет. И от вот этих работ зависит жизнь парней. Правильно. Здесь надо было нормально усилить. Загоните Доген и пусть он переделает. Я как не приезжаю, не матюкаюсь. Они, блядь, ночью работают. Душа. Я как не говорю, еда надо. Он уже, блядь, охуевший такой. У машины чё, вас дергается. Кто-то останется жив. Чем вздохнуть? Пока, блядь, ебашим до потери пульса. Что делать? К сожалению, сейчас мы не можем привозить такого количества автомобилей, как мы привозили раньше. Потому что раньше люди донатили денег больше. Сейчас меньше. Я никого не обвиняю. Вообще, большое спасибо за то, что получается задонатить это. Вы помогаете, а мы эти деньги, мы просто их материализуем в автомобиле. Я этим занимаюсь хорошо. Это лучшее, что я могу делать. И вот я это делаю абсолютно бесплатно. Друзья, если вы хотите помочь нашей армии для того, чтобы победа была более близкой, реквизиты внизу. Приватбанка. Вот здесь будут реквизиты. Монобанка. Разум до перемоги. Разум сила. Ну а мы смотрим дальше. Лучше неделю подождать, чтобы кто-то остался жив. Чем сейчас отправить его, да, где-то ровчак перескачат, эта машина пополам сломается, и их еще с танков ебут. Я уже думал, что-то отвалилось. Алло, Ярослав, добрый вечер. Николай меня зовут. Везут на Nissan. Что это за Nissan? Тирана. Глушитель надо починить. Для парней сможете принять? Окей, буду. А как вас найти? А, док, док, док глушак. Окей, еду. Сегодня надо сделать невозможного. Уговорить каким-то хреном Геннадия, чтобы он кого-то такую же машину выгнал и загнал на СТО. Нас починил для того, чтобы пацанам вовремя отдать машину. Потому что мы по срокам, ну, пипец, очень сильно затянули. Ну, как мы. Не мы такие. Жизнь такая, как говорится, почти в классике. Что такое? Оператор ловит перегрузы. Перегрузы, да, то вся фигня. Короче, что могу сказать. Намного лучше, чем было, но недоделки все-таки еще есть. Ну, короче, уже намного лучше, чем было, но еще есть недочеты те, которые я понимаю, что нужно будет устранить. А устранить это именно вот рама. Вот во всем этом ремонте меня не устраивает рама. Но понятное дело, что если легкий люфт на рулевой сошке, то уже в рот ему ноги. Уже нет времени на его исправление. Может быть, действительно его нельзя сделать. Хотя, честно говоря, маловероятно. Я думаю, что можно. Ух ты. Нас снимают с двух камер. Так вот. Во всем этом прогрессе надо сделать невозможное. И что самое интересное. Снова надо будет ехать на двух машинах. Снова надо будет ехать на двух машинах. Ну, вам нужна трасса, выходная. Что-нибудь. Лишь бы... Машина в пятницу едет в сторону, в общем, на фронт. Я понял. Лишь бы там каталась и ничего не отломала. Ее сейчас слышно, ну, то есть, издалека. Ну, ее почти не слышно, но если она будет выезжать на позицию, то будет слышно. Поэтому можно даже бушный приварить. Да, я понял. Хорошо. Сейчас посмотрим. Спасибо. С вами занырнуть можно? Да, да. То есть, мы имеем вот этот вот огрызочек. И пипец. Сейчас оно поедет еще чуть-чуть доделываться. Есть моменты здесь легкие. Объем длинателя какой? 2... 2,5. Смотрите, сделать реально. Здесь можем. Я думаю, что даже завтра сможем отдать. То есть, нам и сегодня вам надо оставить. Окей. Ну, в идеале оставить. Мы сегодня уже никак не успеем сделать. Это с вами можем посидеть. Нам я скоро вжалка. А сколько она... Я к тому, что ее в ночь варить будут раму. Если в ночь будут варить, тогда завтра утром можно ее к нам пристать. Сейчас я согласую с парнями. В любом случае, как бы там ни было, мы уже завтра будем. Основную часть работы делается. Завтра с утра могу пригнать, потому что сейчас глушитель это не быстро. Ну, давай, подпортим. Хорошо, тогда завтра я с утра у тебя как с утра. Во сколько можно будет приблизительно забрать? К двум. К двум? Мы с 9-ти завтра работаем. Сегодня еще час работаем. Сегодня час работаем, завтра где-то часов 5 работаем. А тут только приемная труба есть. Вернее, от сажевого фильтра кусок трубы и пипец. Больше тут ничего нет. Если я к тебе ее пригоню, у тебя есть время? В принципе, ей заняться. Если там вообще ничего нет, то и надо трубовое забирать. Я знаю, что тут много, как ты говоришь. Давай спрошу по-другому. Оставить ее парнями и пригнать тебе уже с глушителем? Или глушитель ты ей сможешь сделать? Глушитель пригоняйся с глушителем. Все, хорошо. Тогда с тебя рама, а с ней глушитель. Я полетел. Одного вечера. Все, парни, отдыхайте, я выскочу. А, ну спасибо за этот. Все, полетели, остается он здесь на... Ту его хучу времени. Нет невыполнимых задач. Всегда можно сделать раньше. Не обязательно начинать завтра то, что можно начать делать сегодня. Но это еще не точно. А у вас толпетки есть? Где-нибудь? Туда, туда, туда. Вон ваша машина. Меня здесь нет. Так, давайте вы, наверное, как-то и снимаете, и поднимаетесь, вы мешаете. Я, и лично я сейчас уйду, его можно оставить сзади, там, спереди? Если вы не боитесь, что мы, наверное, что-то пропалим с маркой, болгаркой. Я не боюсь. Без проблем. Все, спасибо, я пошел. Вот такое отношение к операторам. Такая жизнь у оператора. И что там, красиво, красиво, красиво. Нырнуть посмотреть можно или еще рано? Уже? Так, ну шо? Ожидание, реальность специально зашу, блядь. Так он же ни хера не бэушный. Здесь он клепаться не будет. Короче, я так понял, бэушный не получился. Ну и в рот ему ноги. Хорошо. Тут хорошо. Тут хорошо. Тут хорошо. Ага. Ага. Приехали забирать глушитель и, вернее, Nissan с глушителем. И сказать, что тут что-то стоит бэушное, ну нифига. Может быть, вот этот глушитель, но, судя по всему, он где-то просто долгое время находился. То, что он бэушный полностью, я, честно говоря, не бэушный. А может и нет, не вижу. Ну, короче, все сделано просто объяснительно. Сейчас мы всю эту штуку будем запускать, двигать. Но пока мне все очень даже нравится. Вот история трубогиба, куда засовывали, сгибали, затягивали. В общем, следует работы видны. Ну, короче, мне все нравится. Теперь оплачиваем всю эту историю и полетели дальше, полетели делать раму. Сейчас будет момент истины. Ну, теперь слышим мотор, мы не слышим выхлоп. Это был звук стартера, который мы услышали. До этого мы не слышали, потому что была выхлопная система. Все, летим. Короче, тема такая, что сейчас едем на базу, скажем так. Не буду говорить, куда. Хотелся знать, что на базу бандеромобилей. Но суть не в этом. И у них не света. У них должно быть не быть света с часу до двух. Отключили в два и по графику говорят, в ближайшие четыре часа света не будет. Но так или иначе, этот автомобиль нужно им передать. Короче, они последняя надежда. А машину нужно уже отдать завтра, света нет. Короче, я охеревший. Но под сидячую жопу вода не то, чтобы не течет, и даже не бежит. Поэтому едем, делаем хотя бы что-то. Но Мерседес будет ехать или нет, что он там все думает. Чем закончилась история с вот этим вот Ниссаном, вы уже узнаете меньше, чем через неделю. Я думаю, мы максимум за неделю справимся, соберем материал и покажем, чем закончилась история. А там еще есть что показать. Там приключения с этой машиной еще было нормально. Большое спасибо, что смотрите эту серию. Большое спасибо, что вообще смотрите нас. Большое вам огромное спасибо за то, что донатите, помогаете. Вот здесь реквизиты Монобанка, внизу реквизиты Приватбанка. С вами был Николай Тарануха, Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах, всем пока-пока. Тойоту надо сегодня ехать еще забирать. Но это уже будет другая история.